Денцификация 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 Немецкие войска, даже войска СС, они самую грязную работу по уничтожению польского населения, еврейского населения отдавали как раз коллаборационистам, которые с Гитлером сотрудничали. А вот отсюда вот эта жестокая резня польского, еврейского населения, ну и русского тоже. Во главе стояли лица, которые хорошо известны, Бандеров, Шушкевич, вот именно этих людей. Сделали национальными героями. Вот в чем проблема. И нам все время говорят, ну, национализм и неонацизм есть и в других странах. Да, ростки есть, но мы же их даем. И в других странах их давят. А на Украине нет. На Украине из них сделали национальных героев. Им памятники возводят. Они на флагах, их имена кричат толпы, которые ходят с факелами, как в нациксе Германии. Это люди, которые уничтожали поляков, евреев и русских. Надо это, практикуя теорию, прекратить. Значит, конечно, любая нация, она выросла, считает, там, часть людей, вот мы говорим, что это, я говорю, что это часть общего русского народа. Они говорят, нет, мы отдельный народ. Ладно, хорошо, если кто-то, считая себя отдельным народом, имеет на это правило. Но не на основе нацизма. Правильно? Нацистской идеологии. Вот смотрите, президент Франции, президент... Будете удовлетворены той территории, которая у вас есть уже сейчас? Нет, нет, закончу. Вы же задали вопрос по неонацизму и денацификации. Вот приехал президент Украины в Канаду. Это хорошо известно, но замалчивается на Западе. И представили в Канадском парламенте человека, который, как сказал спикер парламента, воевал во время Второй мировой войны против русских. Кто во время Второй мировой войны воевал против русских? Гитлер и его приспешники. Выяснилось, что этот человек служил в войсках СС. Он лично убивал и русских, и поляков, и евреев. Войска СС, сформированные из националистов украинских, они занимались этой грязной работой. Президент Украины встал вместе со всем парламентом Канады. И рука поискал этому человеку. Как это можно себе представить? Сам, кстати говоря, президент Украины еврея по-настоящему. А что вы будете с этим делать? То есть Гитлера уже 80 лет нет живых, и насилия в Германии больше не существует. По правде. Это правда, да. Я думаю, что вы говорите, что вы хотите потушить этот пожар и украинского национализма. Как это сделать? Послушайте меня. Ваш вопрос очень тонкий. Можно я скажу, как я думаю? Не будете обижаться? Of course. Он, казалось бы, тонкий. Он очень противный, этот вопрос. Вы говорите, Гитлера нет уже столько лет. Да? 80 лет. Значит, ну, дело его живет. Люди, которые уничтожали евреев, русских и поляков, живы. И президент, действующий президент сегодняшней Украины аплодирует ему в канадском парламенте. Аплодирует стоя. Разве мы можем сказать, что мы целиком выкорчевали эту идеологию? Если то, что мы видим, происходит сегодня, вот что такое деницификация в нашем понимании. Надо избавиться от тех людей, которые эту теорию, практику оставляют в жизни и стараются ее сохранить. Вот что такое деницификация. Посетите продавницу ТВ Светла на сайту www.pokritisvetlo.com Да, но вы не будете говорить с украинским президентом, вы будете говорить с американским президентом, когда вы в последний раз разговаривали с Джо Байденом. Ну, я уже не помню, когда я с ним разговаривал. Я не помню, можно посмотреть там. Вы не помните? Нет, я не помню. Я должен все помнить, что ли. У меня своих дел полно. У нас есть антрополитические... Да, но он финансирует войну, которую вы ведете. Ну, да, он финансирует. Но когда я с ним разговаривал, это было до начала специальной военной операции, естественно. И я, кстати, ему тогда говорил, я не буду в детали даваться, я никогда этого не делаю, но я ему тогда сказал, я считаю, что вы совершаете огромную ошибку исторического масштаба. Поддерживая все, что там происходит на Украине. Отталкивая Россию. Я ему сказал, говорил неоднократно, кстати говоря. Здесь, я думаю, что это будет корректно. Но на этом я ограничусь. А что он сказал? Можно у него, пожалуйста. Спросите, пожалуйста. У него... Вам легко. Вы гражданин Соединенных Штатов. Поезжайте спросить. Мне некорректно комментировать наши разговоры. Но с тех пор вы с ним не разговаривали после февраля 22-го года? Нет, мы нет, говорю, Гай. Ну, у нас есть определенные контакты. Кстати говоря, вот, помните, я вам рассказывал про мое предложение вместе работать в системе противоракетной обороны? Ясно, да. Вот, можно спросить у всех. Они же все, слава богу, живы-здоровы. И, значит, и бывший президент, и Канда Лиза живы-здоровы, и, по-моему, господин Гейтс, и сегодняшний директор Центрального разведуправления господин Бёрнс. Он тогда был послом в России. Ну, по-моему, он был очень успешным. И ослом. Они все свидетели этих разговоров. Спросите у них. То же самое здесь. Если вам интересно, что ответил мне господин, значит, президент Байден, ну, спросите у него. Ну, во всяком случае, мы с ним говорим. Я прекрасно это понимаю. Но со стороны, для внешнего наблюдателя, может показаться, что все это может выродиться в такую ситуацию, когда весь мир окажется на краю войны. Может быть, даже будут ядерные удары нанесены. Почему вы не позвоните Байдену и не скажете, давайте как-то решим этот вопрос? А что решить? Все очень просто. У нас, повторяю, есть контакты по линии различных ведомств. И я вам скажу, что мы говорим на этот счет. И что мы доводим до руководства США. Если вы действительно хотите прекратить боевые действия, вы должны прекратить поставки вооружения. Все закончится в течение, там, нескольких недель. Вот и все. И тогда можно договариваться о каких-то условиях перед тем, какое это сделать и прекратить. Чего проще-то? Чего мне вы звоните? О чем говорит-то? Или о чем упрашивать? Вы собираетесь поставить такое-то оружие на Украину? Ой, ой, боюсь, боюсь, боюсь. Пожалуйста, не поставляйте. О чем говорит-то? Один из старших сенаторов, Чак Шумер, кажется, вчера сказал, нам необходимо продолжать финансировать Украину, или же, в конце концов, американским солдатам придется воевать на Украине вместо Украины. Как вы оцениваете такое заявление? Это провокация. Это почему дешевая провокация? Я не понимаю, почему американские солдаты должны воевать на Украине. Там есть наемники из Соединенных Штатов. Больше всего наемников из Польши, на втором месте наемники из США, на третьем месте из Грузии. Ну, если у кого-то есть желание послать регулярные войска, это поставит, безусловно, поставит человечество на грани очень серьезного глобального конфликта. Это очевидно. Это нужно в Соединенных Штатов? Зачем? За тысячи километров национальной территории у вас нечем заниматься? У вас проблемы на границе полно, проблемы с миграцией, проблемы с государственным долгом, с лишним триллионом долларов. Нечем заниматься, нужно воевать на Украине. А не лучше ли договориться с Россией? Договориться уже, понимая ситуацию, которая складывается на сегодняшний день, понимая, что Россия будет бороться за свои интересы до конца. И понимая это, все-таки начать вернуться к здравому смыслу, начать с уважением относиться к нашей стране, к ее интересам и искать какие-то решения. Мне кажется, что это горалду умнее и рациональнее. Кто взорвал Северный поток? Вы. Я был занят сегодня. Я не взорвал Северный поток. У вас лично, может быть, есть алиби у вас лично. Но у CIA такого алиби нет. У вас есть свидетельства того, что НАТО или же ЦРУ сделали это? Вы знаете, я не буду вдаваться в детали. Всегда в таких случаях говорят, ищи того, кто заинтересован. Но в данном случае надо искать не только того, кто заинтересован, а еще того, кто может это сделать. Потому что заинтересованных может быть много. Кто залезть на дно Балтийского моря и осуществить этот взрыв. А вот не все. Вот эти два компонента должны быть соединены. Кто заинтересован и кто может. Но я не совсем понимаю, это крупнейший акт промышленного терроризма за всю историю. И более того, крупнейший выброс СО2 в атмосферу. Но с учетом того, что у вас есть свидетельства и у ваших спецслужб, почему вы не представите такие свидетельства и не победите в этой войне пропаганды? Войне пропаганды очень сложно победить в Соединенные Штаты. Потому что Соединенные Штаты контролируют все мировые СМИ. И очень многие европейские, конечным бенефициаром крупнейших европейских СМИ являются американские фонды. Вам это неизвестно? Поэтому втягиваться в эту работу можно. Но это, что называется, дороже. Мы можем просто засветить свои источники информацией, а результаты не добьемся. Всему миру и так ясно, что произошло. И даже американские аналитики прямо об этом говорят. Правда? Биопротекторы су научно доказано. Найболи антистресс-хармонизатори. И найболя заштита от своих простозрачения. Виша информация на сайту www.покритесветло.com Может быть, мир сейчас разделяется на два полушария. Одно полушарие с дешевой энергией, другое нет. Я хочу задать вопрос по этому вопросу. Да, сейчас многополярный мир. Вы можете описать альянсы, блоки, кто на чьей стране? Как вы считаете? Послушайте, вы сказали, мир разделяется на два полушария. Голова разделяется на два полушария. Одно отвечает за одну сферу деятельности, другая более креативная и так далее. Но это все-таки одна голова. Но уже чтобы и мир был единым, чтобы безопасность была общей. Они рассчитаны на этот золотой миллиард. И тогда, только в этом случае, мир будет стабильным, устойчивым и прогнозируемым. А пока голова разделена на две части, это болезнь. Это тяжелая болезнь, тяжелое заболевание. Вот мир проходит через этот период тяжелого заболевания. Но мне кажется, что благодаря, в том числе, честной журналистике, они как врачи работают. Может быть, удастся как-то это все соединить? Ну, я приведу один пример. Американский доллар объединил весь мир во многом. И, как вы считаете, исчезнет ли доллар как резервная валюта? Каким образом санкции изменили место доллара в мире? Вы знаете, это одна из грубейших стратегических ошибок политического руководства США на Штатах. Использование доллара в качестве инструмента внешнеполитической борьбы. Доллар – это основа основ могущества США. Я думаю, что все это прекрасно понимают. Сколько они напечатают долларов, они по всему миру разлетаются. Инфляция в США минимальная. Сколько там? По-моему, 3%, примерно 3-4 что-нибудь. Приемлемо для США абсолютно. А печатают-то бесконечно. Это, конечно, о чем говорит долг – 33 триллиона. Это же эмиссия. Тем не менее, это главное оружие сохранения могущества США в мире. Как только политическое руководство приняло решение использовать доллар в качестве инструмента политической борьбы, они нанесли удар по этому американскому могуществу. Я не хочу употреблять каких-то лишь нелитературных выражений. Но это глупость. И огромная ошибка. Вот смотрите, что происходит в мире. Даже среди союзников США сокращаются запасы в долларах сейчас. Все смотрят на то, что происходит. И начинают искать возможность себя обезопасить. Но если в отношении некоторых стран США применяют такие ограничители меры, как ограничение расчетов, замораживание авуаром и так далее. Это огромная тревога и сигнал для всего мира. Что бы у нас происходило? У нас примерно 80% до 2022 года в России, 80% расчетов во внешней торговле России были в долларах и в яброх. При этом доллар было примерно 50% в наших расчетах с третьими странами. А сейчас, по-моему, осталось только 13%. Но не нужно запретить использование доллара. Мы к этому не стремились. США приняли решение ограничить наши расчеты в долларах. Я считаю, что это полная дурь. А что касается БРИКС в целом, а Россия стала председателем БРИКС с этого года, то страны БРИКС развивают очень быстрыми темпами. Вот посмотрите, дай бог памяти, чтобы не ошибиться, но в 1992 году, по-моему, доля стран-семерки в мировой экономике составляла 47%. Так, это в 1992 году. А в 2022 году она упала до, по-моему, 30 с небольшим. Доля стран БРИКС в 1992 году составляла всего 16%. А сейчас она превышает уровень семерки. И это не связано ни с какими событиями на Украине. Тенденции развития мира и мировой экономики такими являются, о которых я сейчас сказал. Это неизбежно. Это будет происходить дальше. Как солнце встает, помешать невозможно. Так, как к этому приспособятся. Как Соединенные Штаты приспосабливаются? С помощью силы. Санкций, давления, бомбардировок, применения вооруженных сил. И гонится. Это связано с самонадеянностью. Люди не понимают в вашей политической элите, что мир меняется по объективным обстоятельствам. И нужно грамотно, вовремя, своевременно принимать правильные решения, чтобы сохранить свой уровень. Извините меня, даже если кто-то хочет, уровень доминирования. Такие грубые действия, в том числе в отношении России, скажем, других стран, они приводят к обратному результату. Это очевидный факт. Уже сегодня это стало очевидно. Све оно, что е забранено на явным и оккупированным медиума, читайте у Вестина Светла на сайту www.pokritisvetlo.com У нас культура такая, человекоориентированная. И Достоевский, который очень известен на Западе, гений русской культуры, русской литературы, много об этом говорил, о русской душе. Вот все-таки западное общество, оно более прагматичное. Русский человек, российский человек, он думает больше о вечном, думает больше о ценностях, моральных, нравственных. Не знаю, может быть, вы со мной не согласитесь, но все-таки западная культура, она все-таки более прагматична. И это, в принципе, я не говорю, что это плохо. Это дает возможность вот сегодняшнему этому золотому миллиарду добиваться хороших успехов в производстве, даже в науке и так далее. Здесь нет ничего плохого. Я просто говорю, что мы вроде как выглядим одинаково, но сознание немножко по-разному выстроено. То есть вы считаете, что это что-то сверхъестественное тут действует? Когда вы смотрите на происходящее в мире, видите ли вы дела Господни, говорите ли вы себе, что тут я вижу действия каких-то сверхчеловеческих сил? Да нет, я, честно говоря, так не думаю. Я думаю о том, что мировое сообщество развивается по своим внутренним законам, и они вот такие, какие есть. От этого никуда не деться. И это так было всегда в истории человечества. Одни народные страны поднимались, размножались, укреплялись. Потом они сходили с международной арены в таком качестве, к которому они привыкли. Мне, наверное, не нужно приводить эти примеры. Но начиная с тех же, к самым орденским завоевателям, с Чингисханой, потом с Золотой Орды, заканчивая Великой Римской империей. В истории человечества кажется ничего такого больше не было, как Великая Римская империя. Тем не менее, потенциал варваров постепенно накапливался, накапливался, и под их ударами Римская империя развалилась. Потому что варваров стало больше, значит, они начали в целом хорошо развиваться. Ну, как мы сейчас говорим, экономически они стали укрепляться. И тот режим, который в мире был навязан в Великой Римской империи, он развалился. Тогда развалился долго, 500 лет. Этот процесс разложения Великой Римской империи шел 500 лет. Разница в сегодняшней ситуации в том, что процессы изменения сегодня идут гораздо быстрее, чем во времена Великой Римской империи. Ну, когда начнется тогда империя ИИ, искусственного интеллекта? Все в более сложные вопросы погружается. Для того, чтобы ответить, надо быть, конечно, специалистом в сфере больших чисел, в сфере вот этого искусственного интеллекта. У человечества много угроз. Исследования в области генетики, которые могут сверхчеловека создавать, специального человека. Человека-война, человека-ученого, человека-спортсмена. Ну, вот сейчас вот говорят в США, Илон Маск внедрил уже чип в мозг какого-то человека. Что вы об этом думаете? Ну, Маска, я думаю, что Маска остановить невозможно. Значит, он все равно будет делать то, что считает нормой. Но надо с ним как-то договариваться. Надо искать какие-то способы убедить его. Мне кажется, он умный человек. То есть, я уверен, что он умный человек. Надо с ним как-то договариваться. О том, что этот процесс, процесс нужно канализировать, подчинять каким-то правилам. Человечество, конечно, думать должно о том, по поводу того, что будет происходить с ним в связи с развитием вот этих новейших исследований технологий. Вот генетики, либо в искусственном интеллекте. Прогнозировать можно примерно, что будет происходить. Поэтому вот тогда, когда человечество почувствовало угрозу своему существованию от ядерного оружия, все начали, обладатели ядерного оружия, начали между собой договариваться. Потому что понимали, что их неаккуратное примение может привести к полному тотальному уничтожению. Вот когда наступит понимание того, что беспредельное, бесконтрольное развитие искусственного интеллекта, либо генетики, либо еще каких-то современных направлений, остановить которые невозможно, все равно эти исследования будут, так же, как невозможно было скрыть, что такое порох от человечества, и невозможно прекратить исследования в ту или другой области. Эти исследования все равно будут. Но когда человечество почувствует угрозу для себя, человечество в целом, тогда, мне кажется, наступит период договариваться на международном уровне о том, как мы будем отрегулировать. Гледайте ТВ Светло. Помозите ТВ Светло. Доводима они люди, которые знают, они люди, которые волят Србию, и они люди, которые не можете видеть на других телевизиях. Помозите и гледайте ТВ Светло. Но, честно говоря, с войной вот я не знаю, работает это или нет. Если позволите, я задам еще один вопрос. Может быть, вы не хотите отвечать по стратегическим причинам, однако не беспокоитесь ли вы, что происходящее на Украине может привести к чему-то куда более масштабному, куда более страшному. И насколько вы готовы, замотивированы, позвонить, например, в Штаты и сказать, давайте договариваться? Так, послушайте, я уже сказал, мы же не отказывались от переговоров. Мы же не отказываемся. Это западная сторона, а Украина, безусловно, сателлит Соединенных Штатов сегодня. Но это же очевидно. Правда, я не хочу, чтобы это звучало как какое-то ругательство или оскорбление кого-то. Ну, мы же понимаем, да, что происходит? Финансовая поддержка, сколько? 72 миллиарда дали. На втором месте Германия находятся, другие европейские страны. Десятки миллиардов долларов идут на Украину. Огромный поток идет оружия. Ну, конечно. Ну, конечно, поэтому, ну, скажите сегодняшнему руководству Украины, слушайте, давайте садитесь, договаривайтесь, отменяйте свой дурацкий указ или декрет и садитесь, переговаривайтесь. Мы же не отказались. Да, вы об этом уже сказали. Я прекрасно понимаю, конечно, что это не ругательство. И в самом деле сообщалось о том, что Украине дали подписать мир по указанию бывшего премьер-министра Великобритании, который действовал по указке из Вашингтона. Вот почему я спрашиваю, почему вам напрямую не решать эти вопросы с администрацией Бандбайдена, которая контролирует администрацию Зеленского на Украине? Ну, если администрация Зеленского на Украине отказалась от переговоров, я исхожу из того, что они это сделали по указанию из Вашингтона. Ну, пусть теперь, если видят в Вашингтоне, что это неправильное решение, пусть откажутся от него, найдут какой-то предлог тонкий, не обидный ни для кого, найдут это решение. Не мы же приняли это решение. Там приняли решение. Пусть они от него отказываются. Вот и все. Но они приняли неправильное решение. Теперь мы должны искать выход из этого неправильного решения. Хвосты им там заносить. Корректировать их ошибки. Они совершили ее. Пусть исправляют. Хочу удостовериться, что я Вас правильно понимаю. То есть, Вы хотите добиться путем переговоров решения того, что происходит сейчас на Украине. Правильно? Правильно. Мы же добились этого. Мы создали компакт, большой документ в Стамболь, который был парасирован руководителем украинской делегации. Там подпись его стоит. Ну, на выдержке из этого договора. Не на всем, а на выдержке. Он подпись поставил свой. А потом он же сказал, мы были готовы подписать, и война бы уже давно закончилась, полтора года назад. Но приехал господин Джонсон, отговорил нас от этого, и мы упустили этот шанс. Упустили, совершили ошибку. Пусть вернутся к этому. Вот и все. Но почему мы должны суетиться этим и исправлять чьи-то ошибки? Я понимаю, можно сказать, что наша ошибка, что мы интенсифицировали действия и с помощью оружия решили прекратить эту войну, как я сказал, начатую в 2014 году на Донбассе. Но я Вас верну еще поглубже. Я уже об этом говорил. Мы с Вами сейчас обсуждали это. Тогда вернемся в 1991 год, когда нам обещали НАТО не расширять. Вернемся в 2008 год, когда ворота в НАТО открыли. Вернемся к декларации о независимости об Украине, когда она провозгласилась о нейтральном государстве. Вернемся к тому, что базы НАТО, американские базы, английские стали возникать на территории Украины, создавать нам эти угрозы. Вернемся к тому, что госпереворот совершили на Украине в 2014 году. Это бессмысленно, правда. Можно вот этот шар катать туда-обратно бесконечно. Но они же прекратили переговоры. Ошибка? Да. Исправьте ее. А готово. Чего еще тут? Не считаете ли вы, что было бы слишком унизительно для НАТО сейчас признать за Россией контроль того, что два года назад составляло украинскую территорию? Я же сказал, что пусть подумают, как сделать это достойно. Варианты есть. Но если желание есть, то ли. Вот до сих пор шумели, кричали, надо добиться стратегического поражения России, поражения на поле боя. Ну, теперь, видимо, осознание приходит, что это непросто сделать, если вообще возможно. По моему мнению, это невозможно по определению. Этого не будет никогда. Мне кажется, что осознание этого пришло тем, кто контролирует власть на Западе. Но если это так, если это осознание пришло, подумайте теперь, что делать дальше. Мы готовы к этому делу. Больше того, ну ладно, это уже будет. Вы готовы сказать, например, НАТО, поздравляю, вы победили, давайте ситуацию сохраним в том виде, в каком она сейчас? Ну, вы знаете, это предмет переговоров. Это предмет переговоров, которые с нами никто не хочет вести. Точнее сказать, хотят, но просто не знают. Ну, я знаю, что хотят. Я не только вижу это, но я знаю, что хотят. Но они никак не могут понять, как это сделать. Ну, додумались же, довели до той ситуации, в которой мы находимся. Это вот не мы довели. А наши партнеры, оппоненты до этого довели. Ну, хорошо, теперь подумают, как это повернуть в другую сторону. Мы же отказываемся. Было бы смешно, если бы не было так грустно. Вот. И это бесконечная мобилизация на Украине. Истерика там, внутренние проблемы. Ну, вообще-то, рано или поздно, все равно мы договоримся. И вот что вы видите, что может даже странно в сегодняшней ситуации прозвучит. Все равно отношения между народами восстановятся. Потребуется много времени, но это восстановится. Совсем приведу необычные примеры. Вот на поле боя происходят боестолкновения. Конкретный пример. Вот сейчас, секундочку. Конкретный пример. Украинские солдаты попали в окружение. Это конкретный пример из жизни, боевых действий. Наши солдаты им кричат, шансов нет, сдавайтесь. Выходите, будете живы, сдавайтесь. И вдруг оттуда, на русском, хорошем русском языке кричат, русские не сдаются. И все погибли. Они до сих пор русские ощущают. В этом смысле, то, что происходит, это в известной степени элемент гражданской войны. И все думают, что на Западе, думают, что боевые действия навсегда растащили одну часть русского народа в другую. Нет. Воссоединение произойдет. Оно никуда и не делается. Почему украинские власти растаскивают русскую православную церковь? Потому что она объединяет не территорию, а душу. И никому не удастся ее раздавить. Закончил? Или что-то еще? О, я думаю, это круто. Спасибо. Это все. Спасибо, господин. Спасибо большое. Спасибо большое, господин. Спасибо.